Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Замучили в прямом эфире. Кенельскими подростками, которые проводили жестокие эксперименты с котенком, заинтересовался Следственный комитет России. Победа тольяттинских дольщиков. В суде их права на жилье защищает прокуратура и областное правительство. В Самаре война с теневой экономикой продолжается. Бульдозеры общественных советов микрорайонов добрались и до нелегальных киосков на улице Антонова-Овсеенко. Подростков, которые замучили котенка в прямом эфире, проверят Следственный комитет России. Глава силового ведомства Александр Бастрыкин подключился к расследованию шокирующей истории. Виде жестокой расправы над животным накануне появилось в средствах массовой информации и вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах, которые мы не можем показать в эфире, видно, как девочки и подростки из Кенеля ударяют котенка об стену и убивают его. Весь этот кошмар шел в прямой трансляции социальной сети Инстаграм. Сейчас Следственный комитет проводит процессуальную проверку. По ее результатам, действием подростков будет дана объективная правовая оценка. Следствию предстоит дать оценку действиям должностных или сконтролирующих органов, по обязанности которых входит проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, а также проверка условий жизни и воспитания несовершеннолетних детей. В Кировском районном суде прошли предварительные слушания по гражданскому делу о краже 60 миллионов рублей со счета вип-клиента одного из крупнейших банков страны. В преступлении обвиняется бывший менеджер. Четыре года назад тольяттинский бизнесмен открыл три вклада – два валютных и один рублевый. Как и любому вип-клиенту, ему предоставили личного консультанта. Когда мужчина этой весной в очередной раз пришел в банк, ему сообщили, что остаток на его счетах составляет всего 200 тысяч рублей, а менеджер сбежал. Вскоре беглеца арестовали, завели уголовное дело. Но как так получилось, что миллионы просто испарились, банк пока не поясняет. Кассовые документы и, соответственно, еще там какие-то дополнительные договоры. Данные документы были изъяты в рамках уголовного дела. Мы об истребовании копии этих документов из материалов, в общем-то, изъявили. Но судя по объему, полагаем, что у нас будет серьезная доказательная база для того, чтобы мы могли подтвердить наличие взаимоотношений именно с Сбербанком. Сбербанк в настоящий момент занимает пассивную позицию достаточно. Никаких пояснений по существу иска не было дано. У нас нет информации о том, какую позицию займет Сбербанк. То ли он признает действительность этих договоров, то ли не признает. Обманутый тольятинский бизнесмен намерен требовать, чтобы банк вернул ему деньги. Со всеми неустойками и пене – около 200 миллионов рублей. Как выяснилось, в своей беде он не единственный. Находчивый менеджер мог обмануть как минимум 10 вип-клиентов. Общий ущерб оценивается почти в миллиард рублей. Проблема дольщиков тольятинского ЖСК «Жасминдом» будет решена в их пользу. На встрече с представителями инициативной группы губернатор Николай Меркушкин выразил уверенность, что точку в этом деле поставят через 2-3 месяца. Проблемный дом достроен, но не введен в эксплуатацию. Дольщики заселились в квартиры, но получили уведомление о выселении. Спор идет с банком. Он инициировал смену руководства и банкротство ЖСК. Договоры долевого участия кредитное учреждение оформило на себя. Сейчас идут судебные разбирательства. Решением проблемы занимается областное руководство. По словам Николая Меркушкина, появились факты в пользу дольщиков. Кроме того, на их сторону встала и прокуратура. До этого пока шло активное расследование деятельности, связанное с хищениями и так далее. Был наложен арест на квартиру официально. И ни одно действие в рекопалате не могло быть совершено. Сейчас ситуация меняется. Начинают быть лазейки, которые банк пытается использовать, имеют место быть лазейки, которые банк пытается использовать, чтобы снять арест с одной, с двух, с десяткой квартир. Понимаете? А это дает им право, дальше уже, поскольку у них пока в Росреестре за ними числится зарегистрированный договор, дает им право, ну буквально, прессовать людей. В любом варианте мы изыщем возможность эту проблему снять. То есть оставить нас в наших квартирах? В ваших квартирах. Я думаю, это будет ясно в течение где-то двух-трех месяцев. Уже будет поставлена какая-то точка. Борьба с нелегальными торговцами на Самарских улицах продолжается. Работа эффективнее, если в ней участвуют сами жители вместе с управляющими микрорайонов. Общественные советы, созданные по инициативе губернатора, ведут активную работу с местными жителями и их обращениями. Каждую неделю представители ОСМ выходят в рейды и проверяют торговые точки. Как борются с нелегальными киосками на улице Антонова Овсеенко, наблюдала Олесик Орецкая. Первый киоск, да? Прямо сразу на остановке. Сразу идет нарушение торговли. Торговли бухчевыми, торговли овощами. Такого быть не должно быть. Сами видим, товарищ Прозавец у нас, нет, прятался. В прятки с общественным советом микрорайона продавцы играют не первый раз. Киоски на пересечении улиц Антона Овсеенко и Ивана Булкина заполонили весь тротуар. Место наторгованное. Когда-то здесь стояли специальные ряды для пенсионеров, продающих продукты с дачи. Но затем торговые ряды перенесли на рынок неподалеку, что не помешало и пенсионерам, и прочим торговцам снова обосноваться здесь. Можно вообще город превратить в восточный базар и на как-то остановки сделать ряды. Зачем? Когда рядом стоит рынок. Вот зачем? Зачем лишний мусор на улицах нашего города? Покупателей нарушение правил на торговых точках мало смущает. Уж очень удобно, что продукты можно купить буквально в двух шагах от дома. Я сертификат не спрашивала и разрешение на место я тоже не спрашивала. Вас не смущает, что вот эти киоски уже заставили просто все тротуары? Они официально? Автомобили, они вот эти, все эти товары употребляют. Мы мыть с мылом – это бесполезно. Это все равно, что мыть с мылом, а все равно оно впитывает. С проверками управляющие микрорайонов выходят каждую неделю. Перед этим собирают информацию о торговых точках, работают с обращениями жителей. Киоск на остановке на особым счету. Жители домов с улиц Антонова-Овсеенко, Ивана Булкина и Авроры жалуются, что здесь продают алкоголь в любое время суток. 24 часа у нас здесь постоянно какие-то личности обитают, постоянно, значит, во дворах пьют. Неспокоят жители. У нас очень много обращений вот с этих вот домов по поводу того, что здесь постоянно торгуют. Информацию о нелегальных торговцах уже направили в полицию, администрацию района и департамент потребительского рынка. Нарушители получают штрафы до 5 тысяч рублей. Незаконные же павильоны попадают в специальный список. По решению суда, их демонтируют и увезут. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Ремонт 14 лет спустя. Именно столько жителей поселка Мехзавод добивались капитального обновления коммуникации и электрики в своем доме. Решить проблему удалось лишь после того, как люди обратились за помощью в общественный совет микрорайона. Теперь в доме полностью поменяют канализацию и систему отопления. С жителями встретилась Алина Чемерис. Забитая канализация, перебои с электричеством, вода, которая не доходит до верхних этажей – все это теперь в прошлом, рассказывает Анна Зимина. Говорит, ремонта в доме на Мехзаводе ждали более 10 лет. С недавних пор спецтехника и рабочие в этом дворе частые гости. У нас постоянно вода в канализации в подвале стекалась, то есть невыносимая. Вонь стояла в подъездах, мошка, блохи, вот это вот все. Последние годы 3-4 здесь вообще невыносимо. То есть у нас дверь постоянно в подъезде открытая. То есть мы ее не на ночь, мы ее не зимой, мы никогда не закрываем, потому что иначе мы задохнемся. Такого грандиозного обновления этот дом не видел более 60 лет. Сейчас здесь впервые капитально ремонтируют канализацию, систему отопления и электрику. Добиться того, чтобы дом наконец привели в порядок, жителям помогли в общественном совете микрорайона. Для начала необходимо было провести собрание собственников. Собрали собрание, жильцы активные, 100% явка была и поддержали, вот именно поддержали вопрос, проблему с водой, с канализацией, с электричеством. К работе подрядчик приступил в начале лета. Электрику и коммуникации обновляют одновременно. Всего здесь проложат около километра новых труб. Работы будут проводиться и в квартирах. Обновленную систему отопления планируют запустить уже в середине сентября. Ход ремонта тщательно контролируют жители. 75 квартир мы уже как бы ввод сделали по электричеству. Согласно, ну, по канализации где-то процентов на 20 мы выполнили работы. Отопление вот как бы произвели и пока что только демонтаж работы. Работу ведем согласно графику. Какие-то проблемы, когда возникают, решаем все в оперативном порядке. После завершения ремонта территорию во дворе подрядчик благоустроит. Там, где сейчас разрыты ямы, появятся зеленые газоны. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. Пожар на оптовом рынке в Самаре. Поздно вечером загорелись продуктовые павильоны на проезде Мальцева. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров. Пожару присвоили второй номер сложности. Продавцов эвакуировали. На месте работали 62 пожарных и 15 спецмашин. Чтобы полностью справиться с огнем, пожарным понадобилось чуть больше часа. В ЧП никто не пострадал. 4 миллиона рублей обманом получили самарские лжеброкеры. В суд передано уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые с июля по ноябрь 2015 года работали консультантами. Пользуясь служебным положением, они уговорили трех самарцев вложить свои средства в игру на фондовом рынке. Деньги преступники потратили на личные нужды. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Более 5000 человек пострадали в регионе от укусов клещей. Это почти на процент больше, чем в прошлом году. И это при том, что противоклещевую обработку провели в парках, скверах, на туристических базах. Вакцинацию против энцефалита прошли почти 8 тысяч человек. Сроки открытия Новосадовой снова сдвигаются. К сентябрю участок дороги по улице Новосадовой от Первомайской до Полевой под благоустройство не отдадут. Точная дата открытия дороги пока не определена. Работа по благоустройству участка между станцией метро Алабинская и будущей станцией Самарская продолжаются. В самом большом и протяженном районе Самары Красноглинском займутся поиском и вывозом брошенных автомобилей. Постановление главы района вступает в законную силу 1 сентября. Поиском брошенной техники займется отдел гражданской защиты администрации района. К тем авто, которые ликвидируют с улиц, относятся припаркованные на газонах, детских площадках, проездах, у жилых домов и контейнерных площадок, врошенные или бесхозные машины. Почти 7 тысяч самарских школьников нашли работу в летние каникулы. В основном помощниками библиотекарей, соцработников, вожатыми и уборщиками. Самый популярный работодатель «Ботанический сад» – профессию садовника. Здесь осваивают 100 школьников. Из года в год «Ботанический сад» – излюбленное место для работы школьников на время летних каникул. Именно сюда стремятся попасть большинство ребят, обратившихся в центр занятости. Труд не тяжелый – полют, поливают, собирают сухую траву. Дети работают на участке, где произрастают более 200 видов редких растений. Поэтому не просто помогают садовникам, но и сами просвещаются. Они начинают различать разные растения, потому что, когда они приходят, то иногда страдает растение ботанического сада, потому что для них все трава, кругом зелень, все одинаковое. Когда уходят, они уже знают, как называются растения, какие сорняки, не сорняки. Работают юные помощники садовников несколько часов в день. В месяц получается порядка 8 тысяч рублей. Для бюджетов школьников сумма весьма ощутимая и для работников ботанического сада помощь хорошая. Можно рассматривать занятость подростков не только как возможность детей получить конкретные навыки и подзаработать летом, но и некий такой элемент профориентационной работы, что для нас в принципе тоже важно. То есть ребенок, занимаясь определенным уже видом труда, понимает для себя, хочет ли он в дальнейшем заниматься это пусть на более серьезном уровне. За несколько летних месяцев в ботаническом саду поработали уже порядка ста школьников. Последняя смена у ребят заканчивается 1 сентября, но многие планируют вернуться сюда следующим летом. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Ультрасовременная школа в Южном городе. 1 сентября. Там за партой сядут полторы тысячи учеников. Откроют в октябре. В Струковском саду смонтировали коммуникации и приступили к ландшафтному дизайну. В Самарском зоопарке очередное пополнение. Канадская пума Парма принесла 16-го котенка за 7 лет. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на ютюбе. Читайте нас в твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе андроид и айос. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова